всем привет с вами елена вивас из аргентины и сегодня моим видео я снимаю из патагонии я нахожусь в городке пуэрте мадрин который находится на берегу атлантического океана ведь его сзади меня а плещется атлантический океан сегодня воскресенье последние выходные марта очень много людей на пляже вообще в городе очень много людей такой курортный городок сюда приезжают и на пляже отдохнуть и также съездить на экскурсии чтобы познакомиться с природой я для вас засняла очень много интересных видео из этих мест поэтому кто еще не подписан на мой канал подписывайтесь нажимайте вон там вот внизу на колокольчик чтобы не пропустить мои видео я так старалась я посетила здесь очень много экскурсий записала для вас видео с большим объемом информации с уникальным видео о уникальных животных которые можно встретить только в этой части земного шара поэтому я старалась и мне будет приятно если вы будете смотреть эти мои видео и их комментировать а не только видео о жизни о том как переехать в аргентину какой здесь криминал и так далее и так когда сюда я летела в самолете из буэнос-айреса в пуэрто-модрин вдруг меня вторгнула лена тебе в этом году 55 лет это тот возраст когда вот раньше во времена советского союза женщины выходили на пенсию и вот в своей юности я всегда знала сколько мне осталось до пенсии потому что для меня мне нравилось учиться в школе мне нравилось учиться в университете но потом я понимала нужно будет ходить на работу боже как же это скучно ходить каждый день на работу интересно сколько там вот этот промежуток когда мне нужно будет ходить на работу да и когда она наступит пенсия чтобы наконец-то начать наслаждаться жизнью вот так я в детстве считала пенсия это тот период когда слава богу можно лежать на диване ничего не делать читать книжки смотреть телек вязать и вот она жизнь удалась идеальная пенсия какая же она идеальная пенсия это кстати не водка если вы подумали что этот хлещу водку бокалами да у меня это вот такой аргентинский классный тонику рекомендую очень вкусно какая же она идеальная пенсия сейчас я делаю запись закат немножко солнце по-разному будет поэтому у меня где-то тут засвет пересвет но захотела насладиться на солнышке знаю что для видео не очень хорошо но зато у меня сзади океан вот какая она идеальная пенсия в окружении семьи считать свои последние дни печь пирожки вытирать внуков сопли сидеть на лавочке у подъезда и рассматривать в чем очередная клаша-глаша вышла погулять кто ее до дома проводил кто в щечку поцеловал и так далее или идеальная пенсия это активная пенсия когда в принципе можно и работать работать ведь можно по-разному когда можно путешествовать конечно же каждый выбирает сам я не имею ничего против а тех людей которые находятся в кругу семьи и получают от этого кайф выращивают цветочки в саду им больше ничего в этой жизни не надо здорово но вот я люблю путешествовать и поэтому когда находятся люди которые меня чморят за это и говорят о том что пора лена уже одуматься у тебя что жизнь такая была плохая что на старости лет ты скачешь по всему миру поэтому я решила сравнить откуда вот одно такое идет почему европейские например пенсионеры ожидают пенсию для того чтобы как раз таки путешествовать и считают что это нормально пенсионеры из постсоветского пространства почему-то думает что пенсия это все это уже угасание жизни на пора проводить в кругу друзей и близких да именно такие фразы обычно пишут в некрологии или все-таки это время когда можно отправить почти путешествие в том числе и со своими внуками ну конечно же прежде всего это идет от нашего советского прошлого уже сколько лет прошло то у нас больше 30 лет до как распался советский союз но вот почему-то этот менталитет до сих пор еще держится очень многих людей в голове что пенсия а в платье материального обеспечения это какая-то подачка со стороны государства да на которую невозможно жить достойно в то время как например в европе пенсии они достаточно высокие не очень сильно отличаются от тех зарплат которые люди получали в течение своей жизни и поэтому имея точно такие же доходы европейский пенсионер он путешествует до отчасти так но позвольте но даже в совет даже на территории россии сейчас доступны очень многие частные пенсионные фонды когда вы можете где вы можете откладывать свою пенсию до иметь накопительную пенсию это все работает это все действует и потом уже на скопленные деньги или деньги которые вы заработали во время своей активной жизни рабочей накопили и на них тоже можно путешествовать в 21 веке нам всем доступен интернет и слава богу благодаря вот всей этой той информации которая есть в интернете путешествовать сейчас несложно потому что путешествовать можно даже соседний район города путешествовать можно в соседний город в соседнюю провинцию область край соседнюю страну и так далее путешествия могут быть не только на самолете да можно отправляться путешествовать на автомобилях на автобусах это более экономный вид путешествия на самом деле если только захотеть то вообще можно всю жизнь превратить в путешествие не обязательно дожитаться для этого пенсии работаете вы пять дней в неделю вас есть два выходных кто-то там дома проводит интенсивно выходные не знаю там копая огороды сажая картошку которую можно за две копейку купить на рынке а кто-то убирается в доме хотя мне кажется может даже здесь лучше нанять помощницу по дому которая будет приходить там раз в неделю когда в рабочий день вечером помогать вам убираться а выходные посвящайте именно себе любимым посвящать путешествиям и так далее опять же повторюсь а это не всем надо и это нормально но очень многие мне пишут что это просто им недоступно мне кажется когда человек говорит что им доступно путешествие по каким-либо причинам и начинает мне о них писать поверьте мне каждый день в почте десятки подобных писем бывают вы просто ищите себе отговорки почему вы не путешествуете потому что вот даже я находясь в городе буэнос-айрес да я стараюсь ходить на разные экскурсии а сама себе заказываю экскурсии не только я их провожу я и посещаю эти экскурсии стараюсь выехать во все там близлежащие доступные районы вот сейчас я купила билет на самолет чтобы из буэнос-айреса прилететь в патагонию это недорого до 50 долларов стоит билет и здесь я тоже покупаю экскурсии я езжу на экскурсии это настолько все интересно это такой зашквал эмоции это но вот по мне это кажется то ради чего вообще стоит жить если конечно же у вас главное счастье вытирать сопли внукам ну пожалуйста ну и что же можно и в путешествием вытирать да ну возьмите внука с собой подмышку и вперед познавать этот мир тем более для маленьких детей практически все бесплатно и билеты отели и и так далее кто-то мне постоянно пишет вот тебе хорошо ты знаешь испанский язык господа я испанский язык начала учить когда мне уже было 40 плюс поэтому в любом возрасте не поздно начать языки это как говорит мой сын прекрасная профилактика альцгеймера поэтому учебники в руки учите языки и это вам поможет открывать этот мир с новых его сторон хотя всегда можно лень вам учить языки всегда вы можете нанять гида да кто для вас может проводить экскурсии на вашем языке или вас может сопровождать как переводчик и так далее возможности огромное множество сейчас еще встречаются отговорки почему люди не путешествуют с нашего спосоветского пространства в пенсионном возрасте финансы как может пенсии хватить на путешествие ну я уже выше сказала что путешествия могут быть разные да я вот будучи у рожденные города краснодара сейчас нахожусь на абсолютно противоположном конце мира на юге южной америки здесь уже до антарктиды достаточно близко осталось пару-тройку тысяч километров и я человек я с простой рабочей семьи да я как и многие из вас и родилась в советском союзе у меня мама был обычный служащий бухгалтер папа у меня водитель да у меня была бабушка которая своим примером жизни показывала что жизнь может быть другая на всегда очень много путешествовала у нее всегда даже во времена советского союза помимо основной работы был какой-то свой дополнительный бизнес и вот это вот у меня наверное с детства был пример о том что не нужно надеяться только там на государство на дядю который вам платит зарплату а просто нужно шевелить булками тогда у вас всегда в этой жизни будет больше возможностей вот моя бабушка она для меня была таким правильным примером во первых она работала до 80 лет да она у меня была обычной медсестрой психиатрической больнице краснодарской краевой психиатрической больницы поэтому не было много свободного времени потому что там такие классные графики сутки работаешь четверо дома а плюс за вредную работу не еще было пень не пенсию отпуск был два месяца и она никогда дома не сидела она у меня принципе вот она умерла 85 лет и утром моя мама к ней заходит а вот поехали навестим внука твоего который соседнем городе по проживает и вот последние и слова были до поехали после этого не случился инсульт и за два дня она сгорела но она до последнего всегда была вот легкая на подъем она обкатала весь советский союз когда началась вторая мировая война она собрала чемоданчик это у нее было первое большое такое путешествие и отправилась на фронт воевала до последних дней второй мировой войны и вот наверное вот это для меня и послужило таким вот примером в жизни что жизнь даже в преклонном возрасте это не просто вот целый день там печь пироги кормить внуков этим запрещенным продуктом потому что обычно мамочки такое нынче детям не готовят да они очень полезно но вот моя бабушка она как-то умудрялась и путешествовать и пироги печь и в гости к нам приезжать ну правда там последние 10 наверное лет жизни она уже с нами жила мы жили одной большой семьей но опять же это ей не мешало ее активной жизни ходить встречаться с подружками ходить на концерты какие-то постоянно что-то она там придумывала как-то зарабатывала подрабатывала никогда не жила только там на зарплату и на пенсию не всегда был дополнительный бизнес и вот наверное пользуясь этим примером моей бабушки который мне показывал что жизнь бывает другая даже во времена еще советского союза уже на подсознание у меня вот этот вот модель моей будущей жизни и складывалась и поэтому когда я закончила университет этот год совпал с тем что развала был развал советского союза и несмотря на то что по окончанию университета я сразу пошла работать в школу поскольку получила то я диплом учителя учителя географии а уже через полгода я открывала свои бизнесы и зарабатывала на эту жизнь потому что но если у меня не устраивает это ну почему я должна вот сидеть а мы там обижаться на это государство которое мне мало платит как учителю который чтобы быть учителем пять лет учился окончил университет с красным дипломом и теперь этом помню вот эти свои воспоминания когда одной зарплаты даже не хватает на один ботинок да не то что там на пару обуви а то есть чтобы купить пару ботинков нужно отработать два месяца ничего не есть поэтому я всегда искала пути как можно зарабатывать а уж сейчас 21 веке даже если вы уже вышли на пенсию есть множество возможностей зарабатывать сетевой бизнес сейчас развит столько много компаний которые предлагают вам шикарные условия даже вы не выходя из дома зарабатывать можно выучиться какой-то интернет профессии связанной с интернетом с компьютерами работать тоже можно из дома да вот некоторые пишут а как в нашем возрасте найти работу да не надо ее искать создавайте ее помогать и там соседки я не знаю сидеть с ее ребенком 3-4 раза в неделю остальные дни дети гуляйте на эти деньги пробухивайте их сидите с подружками в барах ресторанах путешествуйте кому что нравится возможности на самом деле много нужно просто немножко расширить свое сознание осмотреться по сторонам и найти свое применение тем более взрослый человек с когда он с большим жизненным опытом которым можно делиться с другими прекрасные возможности подумать как себя можно реализовать было бы желание или комментарии типа да что ты понимаешь а пенсии то тебе здоровье позволяет поэтому ты путешествуешь а у большинства пенсионеров здоровье не помогает ну конечно что я знаю о пенсии человек который три года назад прошел весь этот ад борьбы за жизни с раком наверное абсолютно ничего не знаю что такое проблемы со здоровьем на их решала по-своему когда я вступила в этот свой самый черный период моей жизни мне поставили диагноз я врачу сказал слышите это ваши проблемы решайте их сами я буду приходить когда вы мне говорите а жизнь у меня продолжалась я продолжала работать а я после каждая химиотерапия выходила и шла гулять свои десять тысяч шагов да там десять километров нет даже я тогда еще в километрах а не в шагах считала трудно было да пиздец как трудно но я поднималась я шла потому что я знала что это моя жизнь это мое здоровье когда после прохождения уже всех курсов лечения химия и лучевой у меня полетели к колене я там не могла 3 3 шага пройти я не нашла ничего умнее как каждый день ходить в горку я как раз на тот период в стране басков переехала в дом который находился на горе и у меня сразу за домом было несколько тропинок прямые тропинки 1 тропинка по очень крутой горки вот я по ней скарабкилась пройду 3 5 10 шагов остановилась передохнула дальше 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 и так я делала каждый день в принципе через месяц и даже быстрее через три недели уже все у меня боли в коленях прошли потому что я накачала мышечную массу подкрепляя все это коллагеном чем больше вы себя жалеете чем больше вы лежите на диванах любите только смотреть там не знаю сериалы читать книжки не вставая с дивана тем больше у вас и будет проблем здоровья вас еще во время всех этих таких замечательных мероприятий живете булки любите себя только тем что поедаете сладкие тортики но тем больше у вас будет проблем а чем вы будете активнее тем меньше у вас будет проблем потому что проблем со здоровьем потому что любая проблема со здоровьем принципе ее можно победить а оптимизмом здоровым образом жизни под которым я понимаю активный образ жизни прежде всего и конечно же это путешествие это ежедневные прогулки это зарядка и так далее для кого-то это скучно ну пусть для вас это будет скучно жуйте свои пироги смотрите сериалы беспокойтесь о том как там у рабыни и зауры проходит ее жизнь в то время как ваша жизнь вообще затухает поэтому говорить о том что на пенсии здоровье не позволяет путешествовать ну это лукавить значит потому что значит вы себе жалеете потому что еще раз повторюсь практически любая болезнь она лечится оптимизмом и здоровым образом жизни уж я как никто другой это на себе проверила оказывается это работает поэтому и вам рекомендую это то что касается наших пенсионеров с постсоветского пространства что я наблюдала когда я жила в испании в испании кстати для пенсионеров даже есть специальные программы для путешествий да если вам я щас не помню сколько по моему 60 плюс или 55 плюс выходите входите в эти программы и вы можете на общих на очень больших субсидиях совершать пять путешествий в год пять путешествий когда вам государство субсидирует практически 90 процентов поэтому естественно 90 процентов от вашего путешествия до затрат на путешествие через турфирмы которые вы покупаете поэтому конечно неудивительно что когда вы приезжаете в европу вот на конкретно я говорю на примере испании вы видите целые автобусы путешествующих пенсионеров но люди послушайте уже то время когда мы многие из вас посмотрели по полу мира дам путешествовали пока были молодыми вы видите как пенсии относятся в других странах но почему бы не перенять этот пример да к сожалению еще на постсоветском пространстве конкретно в россии нет таких программ да к сожалению там государство не заботится о том чтобы пенсионеры активно путешествий но позаботьтесь о себе сами это же ваша жизнь это ваша активность вспомните вот эту замечательную бабушку лену да баба лена и и так назвали которая после восьмидесяти с лишним начала путешествовать и я не помню по моему ей 91 или 92 было когда вот она умерла год или два назад но она успела посмотреть полмира она там что-то вязала продавала копила между путешествиями складывала там копеечка копеечки свои пенсии искала там друзей в других странах что ей помогало более экономно путешествовать но у вас же у каждого тоже есть такая возможность человек хотел жить и вот путешествие я просто вот уверена что эти путешествия ей продлили жизнь потому что все время была на позитиве она все время была на каком-то адреналине на подъеме и поэтому прожила интереснейшую жизнь у вас у каждого тоже есть такие возможности пользуйтесь этим я вот на днях тут была на экскурсии когда мы ездили пингвинов смотреть на днях смонтирую это видео посмотрите у меня на ю тубе ездили смотреть пингвинов а в патагонии и вот набирается нас автобус не смотрю идет бабушка еле-еле ногами передвигает видно что очень сильно в возрасте уже после экскурсии кто-то нам спросил сказали ей было 85 лет женщина была с проблемами ног но у нас экскурсия ни разу не затормозилась нигде не задержалась по причине что она за нами не успевает она вот так как-то там быстренько дык 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 бегала везде за нами иногда даже впереди всей группы бежала и так хотелось все это самой увидеть да вот сама на аргентинка приехала с другого региона заказала эту тоже экскурсию автобусная экскурсия 15 человек нас было со всего мира были люди в основном молодежь и вот это вот замечательная женщина которая абсолютно никак еще раз повторюсь не повлияла ни на скорость на охоту экскурсии потому что ее видать вот это вот окружение из молодых а ну и и подбадривала там студенты были у нас из франции из великобритании из испании потрясающая группа разных возрастов ну и это кстати очень тоже классный такой показатель что путешествия они на самом деле доступны всем в любом возрасте а парочка французов молодоженов было боже как голубки за ними так приятно было наблюдать вот сейчас так я и провожу время и тоже я уже бабушка лена пенсионерка я подзаряжаюсь этой энергией энергии молодых бегаю со всеми и мне это нравится поэтому когда мне говорят о том что пенсии путешествия несовместимы я вам не верю вы просто не хотите вы просто себя неправильно любите не в том направлении в любом возрасте все возможно нужно просто захотеть и захотеть правильно в принципе на этом у меня сегодня все такое коротенькое было видео просто я с вами хотела поговорить о пенсии кстати пишите в комментариях а что вы думаете на эту тему тема